В советское время озера вокруг села Бурла были для края источником более чем 70% всей выловленной рыбы. Здесь разводили как привычные речные породы – сазана, окуня, чебака, так и ценные – пеледь, ряпушку, белого амура. 20 лет назад все изменилось, предприятие вступило в процесс банкротства. Территория Бурлинского рыбного хозяйства находится в полном упадке. Сейчас здесь не функционирует ни один из корпусов. Не меньшие проблемы и у системы озер, где практически не вылавливают рыбу. Из-за запущенного процесса банкротства рыбхоз и водоемы переходили из рук в руки. А конкурсный управляющий, ответственный за систему озер, по словам главы района, вылавливает не 160 тонн рыбы в год, как должно быть, а от 8 до 20. Повышенное количество рыбы в водоемах, безусловно, чревато дефицитом кормовой базы, дефицитом кислорода, что в конечном результате, возможно, приведет к замору рыбы. И заморы уже случаются. Пока локальные, но в будущем это может привести к экологической катастрофе. Администрация района и рыбинспекция, говорит Давыденко, совместно пытаются сохранить поголовье разными способами. Например, поддерживают состояние плотины на озере Песчаном. Мы пытались получить комментарий у рыбинспектора, но мужчина отказался с нами разговаривать, сославшись на запрет со стороны руководства и внимания прокуратуры. Общественники же считают, что на самом деле цифры вылова рыбы значительно меньше тех, что есть в администрации. Значит, что то на 2-3, ну, они, возможно, приписывали там, чтобы покрыть свое бездействие. Я считаю так. Ну, рыбы просто в озерах. Ей никто не занимается воспроизводством, как раньше занимались. Были настроены питомники. Ну, это 80-е, 90-е годы. Выращивали малька и выпускали в озера. Всю систему в озер. Еще более шокирующие данные сообщают в региональном Минприроды. Так, суммарный вылов должен быть на уровне 400 тонн. На деле – ни одной. Правительство края решило расторгнуть договор с организацией. В дальнейшем эти участки планируется перезакрепить за более серьезными инвесторами, которые будут способны и организовать рабочие места на территории Бурлинского района, значит, и углубленную переработку поставить, и инвестировать непосредственно в развитие рыбного хозяйства. На данный момент в арбитражном суде Барнаула находятся сразу пять дел о расторжении по количеству озер в системе. И к первому января, говорит Катернюк, часть из них должна быть удовлетворена. Ближайшее слушание состоится уже 7 декабря. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.